всем привет дорогие друзья всех приветствую на моем канале я живу в канаде и снимаю видео о винтажных и не очень украшениях о магазинах примерках обзоров современных магазинов и вот сегодня у нас видео обзоров моих украшений которые я нашла в наших винтажных магазинах будет очень много всего интересного обязательно досмотрите до конца у меня такой сегодня была очень интересная находка которую я вам обязательно покажу ну что ж друзья мои давайте начнем рассматривать сегодняшние сокровища я давайте начнем с самого не знаю как сказать малоценного что ли ну в общем современных современных изделий которые может быть они не такие уж и малоценные они просто не очень винтажные поэтому возможно ну как бы не являются таким уж ценными вещами это кулон просто мне он понравился я понимаю что это не винтажный кулон но он прекрасно сделан он очень интересного дизайна он красивый я люблю такие вещи стоил он 10 долларов ой дорого но ведь в наших секундах абсолютно не непредсказуемые цены я вам сейчас это докажу досмотрите обязательно до конца в конце будет самое интересное и самое ценное моё приобретение загадочный браслет и оценен он был точно так же как и все остальные вещи которые более или менее я буду показывать хотя на мой взгляд он намного ценнее чем чем все остальное чем много вещей которые находила в общем короче ничего не могу толком сказать про эту цепь про этот кулон кроме того что он мне очень понравился мне очень понравился как он сделан посмотрите как интересно сделана задняя часть очень аккуратно очень качественно это конечно же говорит о какой-то неплохой марки вернее я вот говорю говорю на самом деле забывший что он на самом деле брендирован здесь есть значок но я ничегошечки не нашла что это за компания что это за бренд написано vip давайте вместе посмотрим написано здесь vip and co vip and co я не нашла этой компании ничего не нашла из подобных вещей ничего подобного но сделано красиво и очень интересно причем смотрите здесь сделаны как-то интересно он сделан здесь вот кристаллы черные здесь желтые вернее здесь темно-серые здесь черные здесь белые здесь снова чёрные мне кажется что один кристаллик здесь потерян да я тоже не заметила когда покупала и не заметил когда рассглядывала один маленький кристаллик потерян жалко оценили его немало недешево ну ладно Прости вам Кроме всего прочего Мне кажется, что здесь натуральные жемчужины Величной жемчуг Возможно Не знаю Видите, они все разные Ну, в общем, короче Красивое украшение Просто не винтаж Ничего такого ценного Просто красивое украшение Оригинальное, необычное Следующее украшение Это серьги Они тоже современные Я купила их Видите, были они 6,99 Оценили их Они довольно новые Очень хорошо сохранившиеся Такое впечатление, что ими никто вообще никогда не пользовался У нас продается много украшений подобного типа Вот какой-нибудь натуральный камушек А здесь, в принципе, это По-английски это называется Mother of Pearl Перламутр Перламутр Обрамленный вот такими вот Кристаллами Видите, здесь в данном случае Желтого цвета И вот здесь вот по краю Вокруг Идет Вот такая вот Черная крошечка Кристалликов Очень красиво они выглядят Сверкают Переливаются Это современная Американская компания У меня есть Я почему их купила? Потому что у меня есть бусы Такого же типа Я их купила для того, чтобы Это был комплект К моим бусам Потому что Сейчас я вам покажу бусы Получился не совсем комплект Но Более или менее похоже Вот такие вот у меня есть бусы Видите, они немножко Отличаются от этих сережек Тут я немножко просчиталась Потому что я забыла Честно говоря Я почему-то думала Что у меня здесь Желтого цвета Кристалл Такие Вроде бы как не серебро А такое как под золото Это американская компания Современная Стоят они довольно дорого Я находила их В интернете Я покупала их в Америке В американском Ти-Ди Максе Эти бусы Стоили они там Что-то около 40 долларов Или что-то такое Или около 50 долларов А если зайти на веб-сайт Этой компании То они там Порядка 80 долларов стоят И Серьги такие Тоже значит Продажи Где-то около 40 или 50 Что-то такое В общем А я их купила Вот за сколько За 7 Видите Оно не совсем Получилось комплект Потому что Во-первых Здесь Перламутр Желтее А в бусах Он у меня Более белый Может быть Я сейчас подумала Что на самом деле Не перламутр Желтее А он желтит Благодаря Вот этой Вот Как бы Оторочке Вокруг Но я вам хочу сказать Что когда Я надела Надеваешь Это на На ушко И вот эти вот Бусы Это не выглядит Уж таким Сильным диссонансом Что здесь Как бы Желтый металл А здесь Все Более Такое Под серебро В более белом Таком Цвете Выглядит В принципе Довольно Гармонично Особенно Если учесть Что сейчас В принципе Запросто Можно сочетать Золото и серебро То в принципе Выглядит неплохо Ну в общем Я все равно Ими довольна По любому Они очень симпатично Выглядят Очень приятные Симпатичные Серьги Так Продолжаем Наш Показ Продолжаем Наш показ Вот такая Вот Интересная Винтажная Брошь Я надеюсь Я думаю Что она винтажная Если честно Не могу дать Гарантию Стоила Она У меня упала С этикетки Стоила На 8 долларов Я даже Нашла Бренд Ее Производитель Я вам Поставлю Название Нашла По фотографии Ничего Не могу Сказать Про Насколько Это винтаж Или нет Но там Написано Что это Винтаж А на самом Деле Знаете Очень часто Винтаж Пишут Просто так Винтаж Не винтаж Пишут Винтаж Для того Чтобы Звучало Выглядело Более красиво Видите Маркировок Никаких Нету На обратной стороне Всяком Случа Я не вижу Не нашла Обычно Я Иногда Вернее Нахожу Во время Съемки Но Сегодня Нет Не нашла Она Не особенно Ценная Эта брошечка Большого Такого Уж Какого-то Какого-то Какой-то Ценности Она не представляет Но она Очень красивая У нее Бесподобно Красивые Кристаллы Я думаю Что это Стекушки Стекло Правда Звучит Так И да Очень может быть Что она Не совсем Современная Но я думаю Может быть Годам К 80 К 70 Ее Можно Отнести По-любому Брошь Очень красивая За Вот эти Красивые Кристаллы Я ее Купила Следующая Брошь Тоже Не менее Интересная И Довольно Необычная Тоже Не нашла Никаких Про нее Никакой Информации Никаких Опознавательных Знаков Но Мне кажется Она достойна Внимание Стоила Она 7 долларов 6.99 Сейчас Я ее Отстегну Мы будем Ее С вами Рассматривать Пришлось Повозиться Не всегда Отстегивается Все с первого Раза Посмотрите Какая Она Интересная Ну Во-первых Такая Классическая Красивая Классическая Форма Такой Знаете Овальной Броши Интересная Очень Красивая Металлическая Тонкая Такая Элегантная Изящная Обрамление Центральной Части Я Не знаю Что это И как Это сделано Мне кажется Что это Ручная Роспись Может быть Я ошибаюсь Может быть Я немножко Выдаю Желаемая Действительная Но Мне кажется Что это Ручная Роспись Во всяком Случай Она так Выглядит Очень Красивые Цвета Красивое Сочетание Есть Что-то В этих Мотивах Такой Немножко Японская Азиатская Мне кажется Правда Вот Особенно Этот Голубой Цвет Это Такой Вот Китайский Когда Вещи Какие-то Старые Расписные Они Обычно Вот Какие-то Вот Таких Вот Цветах Расписываются Обратная Сторона Сделана Вот Таким Вот Образом Видно Что Брошечка Не Новая Видно Что Как Бы Имеет Возраст По Обратной Стороне Во всяком Случае Странная Такая Иголка И Замок Не знаю Струдняюсь Сказать Насколько Это Винтаж Насколько Это Старенькая Но Мне Кажется Что Да Вот Именно Потому Что Вот Она Как Бы Не Совсем Такая Не Идеально Блестящая А В Принципе Видно Что Как Б Ей Уже Есть Какой То Какой То Возраст У Нее Есть Но Не Знаю Трудно Сказать Замочек Такой Какой Кривенький Немножко Может Быть Его Меняли Тут Какие Следы Пайки Мне Кажется Или Это Просто Не Очищенная Вот Здесь Не Очень Хорошо Очищенная Поверхность Не Знаю Тоже Маркировок Никаких В общем По Любому Брошь Красивая Брошь Бросается В глаза Брошь Изящная Элегантная И Очень Такая Ну В общем Видная Я бы Сказала Давайте Рассмотрим Этот Браслет Очень Красивый Браслет С Невероятной Красоты Как я Думала Камнем Но Мне Кажется Что Это Пластик Потому Что Он Теплый Хотя Звучит На Звук Может Стекло Даже Или Камень Не Знаю Трудно Сказать Но Он Теплый Знаете А может Не знаю Струдняюсь Я сказать Но Он Потрясающе Красивый Браслет Стоил Он 8 Долларов Золотом Тоне Тоже Не Производит Впечатление Прям Такого Супер Нового Видно Что Его Носили Видно Что Он Уже Такой Поживший Жизнь Видите Особенно Вот Обратная Часть Камня Что Мне Нравится Еще Камня Я называю Это Камень Хотя Это Может Быть И Нет Что Мне Нравится Что Он Плавно Так Вот Когда Раздвигаешь Эти Обе Части Он Я Показываю Мимо Потом Он Очень Плавно Закрывается У Него Какая Такая Есть Плавность Движений Красивых Два Листа Здесь Опять же По картинке Ничего Не нашла Но Сделан Очень Хорошо Сделан Аккуратно Выглядит Как Винтажный Выглядит Очень Красиво На Руке Нарядный Красивый Браслет Нежно Такой Розовый Персиковый Цвет Камня Замечательно Красивый Но Никаких Опознавательных Знаков И Никакого Понятия О том Что это Такое Хотя Сделан Красиво Хорошо Такая Абаршировка Хорошая В общем Симпатичная Вещь Следующая Брошь Очень Интересная И Необычная Очень Сильно Отличается От всего Что я Когда-либо Видела И покупала Стоила Тоже 8 Долларов Она Освобождаем Ее Иногда Очень Непросто Они Открываются Эти вещи Особенно Которые Не очень Новые Давайте Будем Рассматривать Очень Интересная Форма Интересный Материал Похоже На Бакелит Мне Кажется Правда И Звучит Так же Золотое Кольцо И Коричневый Такой Полукруг Обратная Сторона Тоже Сделана Очень Аккуратно Очень Красиво Большая Длинная Видите Иголка Крепкая Крепкая Такая Хорошая Застежка Хорошая Глок Хорошо Приклеена Видно Что Качественно Сделана Очень Интересная Брошь Возраст Трудно Угадать Тоже Ничего Не Нашла Похожего Или Чего Такого Что Что Могло Навести Меня На мысли Ее Происхождений Но Выглядит Очень Благородно Красиво Такая Знаете Минималистичная Немножко Арт-де-ко Стиль Мне кажется Наверное Где-то 60-х Годов Стиль Вот Мне Такое Впечатление Что Вот Тогда Было В моде Такой Какая-то Такая Геометрическая Такой Футуризм Знаете Футуристическая Геометрия Или Геометрический Футуризм Ох Я завернула Сама Не очень Поняла Что сказала Но Во всяком Случай Очень Красиво Сделано Видите Очень Необычное И Такое Неординарное Оригинальное Решение Дизайн Очень Оригинальная Вещь Я считаю Что она Необычная Следующая Брошь Тоже Стоила 8 долларов И я вам Хочу Сказать Что Они Все Видите Оценяют Их Все В одну Цену На самом деле Они Все Очень Разного Являются Очень Разные Броши Очень Разного Возраста Разной Ценности Я абсолютно В этом Уверена Что Они Все Не Одинаково Стоят Вот Например Как Эта Брошь Я Я Считаю Что Она Стоит Например Дороже Чем Вот Эта Или Вот Эта Но Оценили Они В секунде Точно Так же Я Кстати Недавно Наткнулась В секунде На Блюдо Такую Металлическую Тарелку У меня Есть Она Я покупала В нашем Доллар Стори Ну У нас Доллар Стори Уже Давно Ничего Не Стоит Доллар Но Она Стоила Доллар 4 А В секунде Уже Такую Довольно Потрепанную И не Новую Ее Выставили Доллар За 6 Причем Это вещь Которая Они до сих Пор Продаются В Долларовых Магазинах Можно Там Купить А в Секунде Они Почему Решили Что Это Что Дорогое И Оценили Ее В 6 Доллар Дороже Чем Она Стоит Новая При том Что Она В принципе Довольно Уже Была В Кельтские Броши Которые Такой Знаете Классической Кельтской Формы 10 раз Повторю Кельтская Брошь Кельтской Формы Ну Вот Есть Такой Дизайн Кельтский Дизайн Кельтов Я Думаю Что Это Настоящие Камни Потому Что Она Очень Тяжелая Или Художественное Стекло Ну Очень Очень Довольно Тяжелая Брошь И Очень Натурально Выглядит Я Не думаю Что Это Пластик Мне Кажется Что Эти Все Камушки Сделаны Или Стекло Или Камни Разноцветные Обалденно Красивые И Такие Медовые Тоже Стеклянные Желтые Коньячные Кристаллы Обратная Сторона Сделана Вот Таким Вот Образом То Видно Что Брошь Старенькая Посмотрите Какая У нее Длинная Длинная Игла Видите Какая Длинная Иголка Замок Такой Пайка В общем Такой Довольно Грубая Грубо Сделана Обратная Сторона Но По-моему Это Признак Винтажности Именно Вот Такой Вот Такая Грубая Пайка И Она Довольно Толстая Толстый Метал Здесь Вот Эти Заклюпки Как-то Сделаны В общем Интересно Сделана Брошь Я Не Встречала Таких Хотя По Дизайну Она Довольно Незамысловатая Просто Круглая Брошь С Разноцветными Камнями Которые Вставлены В Такой Черненый Немножко Яркое Золото Такое Как будто бы Медь Или Вот Что-то Вот Такое Вот Как будто бы Старинное Старинный Металл Который Немножко Печернел От Времени Красивая Вещь Необычная Именно Своей Какой-то Вот Такой Знаете Такой Древностью Хотя Конечно Я понимаю Что Это Не Древняя Брошь Но Я Думаю Что Довольно Старенькая Так У нас Еще Одна Брошь Довольно Красивая Это Брошь Маркированная Отвалилась У меня От нее Цена Но По-моему Она Тоже Стала Долларов Восемь Это Брошь У Нас Сейчас Посмотрим Это Брошь Моне Я не знаю Видно Вам Да Видно Брошь Моне Обычный Металл Никаких Камней Никаких Вставок Ничего Вот просто Такой Узел Или Колосок Состоящий Из Трех Как будто Бы Колосков И С таким Узлом Посредине Наверное Ее носить Надо Вот так Хотя Можно И вот так Судя По Облавке В общем Как-то Так Собственно Как хотите Можете Носить Хорошая Тоже Застежка Булавка Ну Собственно Брошь Подписанная Брошь Маркированная Тоже Что-то Не нашла Ее В Интернете Не нашла Что К чему Сколько Она Стоит Каких Она Годов Но Я думаю Что Это Где-то 60 70 Так Во всяком Случай По Дизайну Мне Кажется Вот Тогда В моде Были Вот Такие Вот Какие-то Веточки Колоски Как будто Связаны Между Собой Узлом Таким Такой Неправильной Формой Классическая Брошь Красивая Очень Брошировка Металла Не Какая-то Яркая Броска Большая Хотя Она И не Маленькая Но В то же Время Очень Классическая И Очень Интеллигентная В ней Красота Очень Я считаю Брошь Достойна Внимания Коллекционеров Следующая Интересная Вещь Это Клипсы Я не думаю Что они Очень Дорогие Они Маркированные Но Они Меня Сразили Просто Своими Своим Лунным Светом Это Компания Континенталь Или Континенталь Я не знаю Как правильно Говорить Они Не очень Дорогие Ну Как бы Это Не какой-то Уж Такой Винтажный Раритет В том Смысле Цены Но Как вы Видите Во-первых Сделаны Они Как я Никогда Не знаю Как Хорошо Прицепить К руке Чтобы Они Были Видны Сделаны Они Зеркально То есть На ушки Надевать их Можно Как правую Левую Можно Надевать По-разному Но Как бы Клипсы И серьги Которые Сделаны Зеркально Которые Асимметричные Сделаны Зеркально Это Уже Говорит Об их Качестве О Хорошем Производителе Давайте Я Одну Положу Сюда И мы Будем Рассмотреть Одну Из них Замечательные Красоты Морозное Стекло Видите Один Большой Кавашон И три Маленьких И два Кристаллика Даже не белых Аврора Бориалис Наверное Не знаю Вот так вот Сделана Обратная Сторона Ну Очень Такая Обычная Обычная Обратная Сторона В принципе Тем более Что есть Маркировка Ничего Не надо Додумывать Придумывать Очень Красиво Интересно Сделаны Карпана Для Кристалла Центрального Видите Как Необычно Вот И конечно Бесподобное Бесподобное Вот это Морозное Стекло Или Как бы Имитация Лунного Камня Я даже Не знаю Может быть Не совсем Морозное Стекло Но во всяком Случа Имитация Лунного Камня Я тоже Думаю Что это Года 60 Потому что Вот тогда Тоже По дизайну Было Модно Вот такой Вот Ну Может быть 70 Не думаю Что это 80 Потому что 80 Как-то Такой Дизайн Был не очень в моде Но безусловно Очень красивые Необычные Такие Винтажные Клипсы Которые Мне Очень нравятся Следующий Лот У нас Бусы Пластиковые Это Компания Ой Не отмылась Тут я их Мыла Мыла Не отмыла Компания Кора Это Компания Кора Вот здесь Есть на Крючке Есть Маркировка В общем Бусы Такой Довольно Простой Простой Формы Простого Дизайна Но Очень Тоже Такие Знаете Классические Винтажные Бусы 60-70-х Годов Плохо Видно Да Я не могу Положить Чтобы вам Было Видно Ну Давайте Вот так Рассматривать Такие Пластиковые Геометрические Фигурки Надо Будет Их Хорошо Домыть Хотя Я вроде Была Немножко Здесь Есть Знаете В Хорошее Состояние Но есть Видим клей Который Или их Переклеивали Или просто Клей пожелтел Часто Кстати Бывают На Коровских Вещах Обратная Сторона Вот такая Вот Вот Таким Образом Сделано Нету Больше Маркировок Нету Стоили они 6 долларов Вот Пожалуйста Маркированные Явно Винтажные Бусы Были Оценены Дешевле Чем Какие-то Современные Брошечки Которые Непонятно Почему Были Оценены Так Дорого Возвращаясь К тарелочке Из Доллар Стора Которые В секунде Оценили Старенькую Ободранную Дороже Чем Она Стоит В Доллар Сторе Я уже Ничему Не удивляюсь Люди Которые Ставят Цену Они Вообще Не знают По-моему Иногда Что Что У них В руках Вот Такое Вот Колье Летнее Симпатичное Белое Удлинительное Цепочке С белыми Шариками Причем С обеих Сторон То Там же Где Крючок Белые Белые Шарики И Бусинки И Также Удлинительная Цепочка Тоже Сделана Из Таких Белых Белых Шариков Белых Бусин А нет Есть Маркировка Здесь Вот Видите Сбоку Вот Еще Одна Маркировка Кора На Одном Из Звеньев Я знаю Часто Кора Делает Такие Маркировки Поэтому Я Вот И И Нашла Только Я Искала С этой Страны Она Была С другой Знаете Немножко Может Скажете Что Прост Простенькие Такие Непритязательные Бусы Но Вы знаете Иногда Тоже Нужно Не Всегда Хочется Носить Какие-то Цветочки Бабочки Кристаллики Сверкающие Камушки Аврора Бореалиса Иногда Летом Хочется Надеть Что-то Такое Простое Белое Даже Какая-то Морская Тематика Мне В этом Видится В общем Симпатичные Бусы Тем более Что они Маркированы Тем более Что они Явно Винтажные И Я Очень рада Всегда Когда я Нахожу Маркированные Винтажные Вещи Все-таки Даже Не потому Что они Стоят Дороже Или Дешевле А просто Потому Что Приятно Всегда Найти Винтажную Вещь Тем более Маркированную Ну и Гвоздь Нашей Программы Вот Такой Браслет Что Вы Подумали Сразу Когда Вы Его Увидели Да Да Я Тоже Подумала Что Это Браслет Гучи Но Мне Не Хватило Одной Палочки Видите Вот Это Буква G А Это Буква C Вот Если Была Еще Вот Такая Палочка Вот Здесь С этой Стороны То Это Был Конечно Винтажный Браслет Гучи Представьте Себе Что Оценили Его В 5 Долларов 499 Это Не Гучи Но Это Тоже Винтажный Итальянский Браслет Я Задала Поиск И Нашла Интересную Ой Надеюсь Что Не Повредила Это Потому Что Как Они Приклеили Своим Клеем Это Настоящая Змейная Кожа Вы Знаете Висел Он Так Как То На Стенде Совершенно Завешанный Каким-то Барахлом Каким-то Копеечными Совершенно Побрякушками Я С трудом Его Увидела Но Когда Я Увидела Я Сразу Поняла Что Это Не Простая Вещь Здесь Посмотрите Я Долго Пыталась Понять Что Здесь Написано Я Не Берусь Воспроизвести Написание Этих Слов Я Просто Напишу На Экране И Я Нашла Потом В Описании Что Это Такое И Вот Это Ферензе Единственное Что Я Смогла Прочесть Это Слово Ферензе Я Не Знаю Что Означает Флоренция По-итальянски Растегивается Он Вот Таким Образом Довольно Тугой Браслет Давайте Наденем А потом Будем Рассматривать Вот Так Он Выглядит На Руке Тонкий Элегантный Браслет В Принципе Может Служить Как Мужской Я Даже Мой Сын У меня Увидел И Говорит О Мама Какой Интересный Браслет А он В общем Небольшой Модник Но У него Есть Какое-то Понятие О Стиле Красоте И так Далее Я Говорю Хочешь Я Тебе Водам Он Сказал Нет Нет Не Надо Я Не Ношу Браслеты И Вообще Мальчишки Не Очень Но Такой Больше Мужской Чем Ну Не Знаю Мальчишки Здесь Не Но Он Носил Правда Такие Кожаные Фенечки Ну Давайте Начнем С того Что Я Уже Сказала Это Настоящая Змейная Кожа Если Вы Спросите Как Я Знаю Я Скажу Что Я Знаю Вот Я Вижу Что Это Настоящая Кожа Кроме Всего Я Прошла В Описании Того Что Я Нашла И Это Браслет Позолоченный 24 Карата Позолота Вот Вот Этих Железных Деталей Вы Знаете Я Когда Задала Поиск По Картинке Потому Что Я Не Очень Поняла Что Здесь Написано Единственное Что Я Поняла Что Это Флоренция Флоренция Как Бы Ну Италия Родина Бренда Гуччи Я Понимала Что Не Может Должна Быть Вторая Буква G Если Это Гуччи Но Есть Абсолютно Точно Такие Очень Похожие Винтажные Браслеты Гуччи Это 70 Или Начала Восьмидесятых В те времена Тоже Копировали Известные Бренды И Вот Эта Вот Компания Я Сейчас Вам Скажу Как Она Называется Если Я Правильно Произношу То Она Называется Cassini And Gori Или Gori Не Знаю Я По Итальянски Может Я Неправильно Читаю Но Инициалы C And G Вот Это Буква G And C Которые Очень Похожи Жена Инициалы Gucci Double G И Gucci У Gucci Есть Очень Похожий Браслет Тех Же Времен Выпущенный В те Же Времена И Как Б Вот Этот Бренд Решил Тоже Видимо Скопировать Gucci Которые Тоже Точно Тоже Самая Змеиная Кожа Только Две Буквы G И Вы Знаете Что Я Еще Скажу Что Я Сначала Подумала Что Это Гучи Потому Что Я На Каком То Из Или На Ebay Или Где То Я Не Помню Увидела В Проданных Вот Точно Такой Же Браслет С Буквами C N G Который Был Продан Как Браслет Gucci Потому Что Там Было Написано Что Он Продан За 134 Доллара Если Найду Поставлю Картинку И Там Было Написано Что Он Продан Что Это Браслет Gucci Винтаж Браслет Gucci И Позолоченный Все Такое И Его Там Продали Как Браслет Gucci Поэтому Девочки Когда Вы Что Покупаете На Ebay Или На Других Веб Сайтах Которые Продают Украшения Надо Очень Осторожно Внимательно Смотреть Что Вы Покупаете Потому Что Я Нашла Действительно Очень Много Разных Цветов Именно Вот Точно Таких Браслет Gucci С Одной Маленькой Деталью Буква G Вот Здесь Вот И Вот Несколько Браслетов Нашла Вот Этой Фирмы Вот Этой Компании Вот Это Конечно Не Gucci Но Но Я хочу Вам Сказать Что Я считаю Что Находка Очень Интересная Очень Редкая Очень Необычная И Заслуживающая Внимание Коллекционеров И Любителей Винтажа И Любителей У Украшений Ну что ж Дорогие Друзья Надеюсь Что Вам Понравилось Надеюсь Что Вам Было Интересно Надеюсь Что Вы Оцените По Достоинству Моей Находки Особенно Вот Браслет Который Я считаю Вообще Так Сказать Жемчужиной Моей Коллекции Так Скажем И Все С вами Ваша Дита Из Канады Всех Люблю Целую Всем Кто Напишет Мне Комментарии С интересными Советами И Подсказками Буду Очень Благодарна Вы Мне Очень Помогаете Разобраться В том Что Я Нашла Увидимся В моем Следующем Видео Или Это Будут Примерки Обзоры Магазинов Или Винтажные Украшения Всех Люблю Целую Всем Пока Пока Bye Субтитры